Мария Тимофеевна, расскажите, пожалуйста, про свои довоенные годы. Как вы жили, чем занимались? В довоенные годы я могу только сказать, что я воспитывалась в детском доме, в Жизринском детском доме. И, конечно, детдомовская жизнь, я ее не забыла, для меня она дорого и мила до сих пор. Мы были детьми государства. Нас государство и воспитывало, и сохраняло всеми путями. Мы были здоровы, жизнерадостны. Каждый год ездили в лагерь свои, были выстроены корпуса в лесу, большие деревья, сосны. И погребы ходили, и для своей столовой, для своих нужд. И все заготовки были для кухни. Мы их хворост таскали. Ну, как обычно. И кто-то из мальчиков рубил там потихоньку, складывали, а мы таскали из леса, чтобы на кухне без поевойна была работа. И ничем она не прекращалась, потому что мы хотели есть. Да, все хотят кушать. Мария Тимофеевна, скажите, пожалуйста, а вы ожидали, что будет война? Нет, конечно, никаких не было ни ожиданий, и ни к нам никто с этим словом даже не подступался. Нет? Никогда ничего не было. Так мы слышали про бои на Хангенголе, этом вот, в Монголии, бои с Финляндией, теперь еще на озере Хасан или где-то вот были. Это мы слышали, а что это война? Для нас это не было непонятно, что значит война. А когда уже наша отечественная война нас застучала к нам, то, конечно, мы поняли, что значит война. А скажите, пожалуйста, а 22 июня где вы были, как вы встретили этот день, как узнали? Вот я была у своей тети здесь в Бежице. Она меня взяла из детского дома, потому что я в 41 году на самостоятельную жизнь была выпущена. Она бы, если бы тетя меня не забрала, то бы определена где-то в какое-то училище, там, в Жизри, и на обеспечение детского дома. А так как меня тетя взяла к себе, я к ней приехала. 7 июня я к ней приехала. И 22, это июня, утром, она меня послала в магазин. А в магазине я уже услышала война, война. И до меня еще не дошло война, война. А потом там идти через площадь было, там...